Надо сейф, наверное, включить. Да, и тут совсем не хватит, чтобы отбиться даже близко. Да, есть и призма для подвар, по пары живых имморталов, и у сэндриков, не сказать, что они пустые, раскидывают филды на Гладенщилд, хватает. Правда, они сейчас танкуют и отдаются из-за этого. Да, есть призма, еще чем спать, подвар. КД. Оп, свернул призму, так консильнул. Ой, опасный момент сейчас, вот сейчас опасный момент. Форсфилды, очень хорошие филды, но шикарные просто филды. Большая часть дронов не зашла, соответственно, роучи просто подошли и умерли. Да, 1-0, 1-0. Так, тем, кто в записи смотрит, это первая игра последнего четвертинального матча. Сражается Йонг Хва против Слипа, два корейца. Вот, и мы видим тут иммортал пуш с двух бас. И шансов... Четверной. Четверной. Гуд гейм. Впереди еще как минимум две игры, системы Best of Five. На ваших экранах Тодд слева и Шетт справа. Очки у Шетта делают... Тонкий и толстый. Делают его еще добрее, не находишь? Да. Тодд слева и Шетт вообще очень крутой чувак в жизни. Постоянно улыбается. Он сверхпозитивный, да. И он даже не обижается, когда его толстячком называют. Он просто ходячий заряд позитива. Слип как красавчик, вышел из двух групп смерти, удивил Эйдру, да еще и денег срубил. Да, он выступал-то лучше, чем все остальные из СНГ. И лучше, чем многие другие игроки. Но, учитывая то, что победа была близка, мы бы так сильно не расстраивались, если бы он слил... Не знаю. А то он надежду подарил такую. Тем более, вроде все игры были в том стиле, в котором Сливка как раз любит. Его не пушили, там не олынили никак. Последний только. Ну и Тони Олынова совсем. Пропушили. Начинается тем временем. Слойки работали построить и так далее. Экономика хорошая. Но вот в последний не дали. Клаутин делает первую матку? О. Что ты делаешь? Ты делаешь Мэнни в Сливке? Я думаю, ты делаешь его. А, нет. Я думаю, он практикует больше ладжера, и я помню, что он упомянул. Смотри-ка, этот протос, видишь, не такой уж и стандартный. Он, ну, в смысле, не всегда по одному стандарту играет. Мортал Пуш сделал. Я считаю Мортал Пуш читерным не потому, что его слишком сложно отбить, хотя, конечно, его сложно отбить, а потому, что его слишком легко делать, и, ну, по сравнению с тем, как его отбить, его слишком легко делать. Я, играя за протоса, например, точно знаю, что самый эффективный вариант именно такой пуш делать для меня. Но он не хочет сужа. Миша такой пуш с одной базы делал, еще в бете, я помню. Возможно. Да помню, помню. Ты меня убил своими имморталами, когда я рачей намасил. Первая игра моя в StarCraft. Вообще, по красоте тебя разобрал. Ну, конечно, я еще не хаткейв, ничего не знал, а ты уже был матерый задрот. Да ну, не прибедняюсь, у тебя была такая большая практика просмотра стримов и игры в Warcraft. Это была славная битва. Такой халявы я давно еще не ловил. Да ладно, я тебя почти пробрил, халява. Да, да. Что-то тут много дронов скопилось, тебе не кажется? У зерга. Ну, сейчас они хатами после собачек встанут, и все. Не страшно. Ну да. Хотя два этих дрона могли бы изрядно насобирать. Все же выгоднее с этими двумя дронами собирать, а потом просто идти и с собаками ставить экспант. Один фиг ты не поставишь, пока не сгрызешь. Если против хорошего тоса играешь, просто не рассчитывай на то, что на халяву дадут поставить, и все. Куда еще один дрон поехал? Четыре хата, что ли? Йонг-хо, он будет оставаться в стороне. И, в самом деле, он просто должен посмотреть за уницией, заходя на борт. Потому что, здесь он может видеть, и он может просто запугать. Типа не показал, что третью хату ставит, пока не убил пробку. Да, по крайней мере, вынуждает протоса сделать еще раз и проверить. А если еще эта успеет каким-то образом чудесным убить до того, как она дойдет до хаты? Но нет. Чудо не произошло. Было бы страшно. Да. Что за что? Почти. Развернулась пробка. А, у тебя большая сейчас задержка. 5,45, 5,46, 47. Сейчас перезайду. Перезаходи. 720p+. 6,02, 6,03. Да, отлично. Да, отлично. Прямо в точку. Зашибись. Так, судя по Сентрику, если сейчас прям сразу робо будет, то опять Immortal Push. Вот первые 100-150 газа решат судьбу. Да, очень ранний робо. Мы уже видели, что он не ставит робо просто для развития. Он, если хочет в развитие, поиграть, он Старгейт ставит. Поэтому все не так просто. Ну и молчи. Да, да. Пардон. Да ничего страшного. Я там записи заливаю тут же на YouTube, чтобы не тормозить и мониторю остальные вещи. Сейчас раскачегаримся, тем более, что это последний четвертьфинал, дальше будет еще и еще интереснее, полуфинал и финал. Надо переварить, переварить потерю. Потерю бойца. Стального бойца. Да. Пока все ровненько. Там призма оказалась с Сентрями, судя по всему. То есть тоже один из опенингов. Видимо, это вот Оса пассивный такой опенинг. Прилетит куда-то, либо на мейн, либо не знаю куда. Кроме мейн и привлекательных точек здесь практически нет, если только за третий залететь, за рабов оградить. Да, но почему-то играет на защиту, еще пошел. Вот так вот. Ну и суммничный совет при этом. Да, всего, всего. Чтобы это могло быть. Но это выход на третью. А, два суммничных совета. Ну что за бред? Ну теперь стало все понятно. С террасилотами с ногами. С ногами, да. И блин. Блин, что за бред. Я же говорил, это выдумщик вообще жесткий. У него нету. Причем он осознанно это делает. Смотри, он поставил и так, и так, с небольшой дистанцией. А, может быть, он хочет, чтобы его разведали? Таким вот образом. Доделался один. Причем он не делает грейда в суммничном совете первом. Так что, скорее всего, он про него забыл как раз. Да, пошел блинк. Не многовато ли зданий для блинка? Да уж. Он сейчас может... А, нет. Он хочет перекрыть, может быть, вот эту мини-рампу, ну, к широкую рампу. Да, смотри. Четко. Придется обходить слева. Подвар обсталкеров. Очень точно поставил Филдей. Да, по-моему, только не успел Аню. Ой, призму! Вот это вот косяк. А может быть, обойти было быстрее? Да. А вдруг там бы Протас тоже с интрио оставил, чтобы заткнуть проход? Вот это был бы Продуман. Угу. И камни еще ты там остаешься бить. Какой плюс вообще Тос разменялся? Он же вообще кудесник. Он же через два сумречных играет. Да. Сильная страта. Но это если один убьют просто, чтобы... Да, грамотно. Мута прилетает, и в одной у тебя блинк делается, в другой ножки. Заказываешь. Да, уже мута не знает. Сложно выбрать. Так, линг доделался. Нет еще. Робо Бэй, имморталы. Нормально все. У Тоса все вообще шикарно. Хотя там какое-то дикое дотекание, я вижу по мини-карте. Вообще огромное. По-моему, голых Роучи, да? Или это линги? Медленно идут, кажется. А, нет, быстро. Линги, линги это. Линги на третью базу пришли. Линги третью базу нашли и съели. И Роучи еще заходил. Он отменил в последний момент. Да, Роучи заходил. Хороший развод. Такой добрый. Ну, как сказать. Они... Ой-ой-ой. А-а-а. Отрезали пацану. У него силды вообще. Да, тютелька в тютельку. Такие фрегранные просто. Опять, правда, тут отменили. Но это не так страшно, с учетом того, что он тоже третью отменял, она только достроилась. Но это наоборот в плюс, пока не с двух. Играют друг к другу базой, отменяют. Протес будет в безусловном плюсе. В однозначном плюсе. И Протес будет. И для Йонг-Ла, он будет в первом Протесе очень скоро. Пять баксов на Протесу. Пять баксов, говоришь? 62-66. Ну так у Протеса все лучше. И технология, и экономика, и... 2 к 1. Пять баксов на Протесу. Ну давай, я за Зерга поболею. Хорошо. Я тоже за Зерга болею. Слип, тащи. Да, мне. Тащи слип. Тащи. Отлично, так будет. Так будет правильнее, да. Ну, зато я в беспроигрышной ситуации. Я либо порадуюсь за Зерга, либо порадуюсь за 5 баксов. Стандартная схема приставки. Поставлю на того, против кого болеешь, и не расстроишься в любом случае. Так. Ой, хорошее, хорошее за... Да, Инфесидов накидывает, но там дофига всего. И Нексус уже доделан, и... Ой, Форсфилды шикарные. Правда, всего 3 Форсфилда, можно было один так же кинуть, как он раньше это делал. Ну, твой Зерг вообще ни о чём. Согласен. Погорячился. Чё ты на него ставил, вообще непонятно. Жадность 2 к 1. Я знал, что на этом тебя можно словить. Жаден не по годам. Правда, стеночка какая-то странная. Да, и Нексус хлипкий. Нексус вообще под ударом, с такой стеночкой. Ой, ой, расшатывает, расшатывает. И здесь собаки отдаются. Там роучи отдаются. Да, и там отдаются роучи. Правда, там собаки ещё забегают. И тоже отдаются. И тоже отдаются, да. И как-то у Зерга печалька по лимиту. Тоса уже больше. Твой Зерг вообще ни о чём. Я тебе так скажу. Да я-то не спорю вообще. Спорил бы, ладно. Да нет, ты как раз споришь. Притом на 5 баксов. Но он не в 2 раза хуже, чем Протас. Ну, судя по этой игре, во все 5. Готов? Не, ну зачем мне перебивать свою ставку? Если повысим ставочки, то я могу рассмотреть. Ну ладно, давай, ещё 5 на х5. Не, мало. Не выгодно. Ну как не выгодно, верняк же. Х2 пусть будет пятёрочка. Я уже чувствую, что скоро просто в рабство попаду. С такими ставочками необдуманными. А где у нас бродлорды? Ну, будут после Грейтера и Спайра. Сейчас будут у тебя бродлорды, если успеют. В том-то и дело, что... Маловероятно, что успеют. Протаса должно быть много желания выйти в плюс 3 сейчас. Прямо сейчас. Ну, там же Кораптер есть. Он так со всех сторон чик-чик и готов левитран. А, ну ясно. Именно поэтому Зерк и стараются сейчас развести? Да. Потому что очень хочет отбиваться. Ой, как собаки жгутся! Вот это была падиша, ну, колосса. Угу. С другой стороны, время выиграно. Шпиль Морфитса. И чуть-чуть, чуть-чуть время довыиграл, Зерк. Хватит ли этого? Санок у него тут мало. И Кораптеров мало. И денег нету. И Байлингов Морфитс. Без дропа, без всего. Правда, с зацепами. Ну, сомнительно это. Прямо скажем. Ой, собачки как. Хотя, Байлинги как раз могут дать время, ну, то есть, как-то разменяться более-менее. А, Кораптеров отдаем? Или это нормально? О, Байлинги такие взорвались немножко, ну, совсем чуть-чуть. Размен в минус по Зергу. Да, даже с дозаказом у него меньше выходит. Колс демотивирующий пришел. Нужно еще где-то 5 Микозов, чтобы это все остановить. Но 5 Микозов нет. Да и то подвар будет. Огромный подвар будет, судя по ресурсам. Маяк Флотилии. Нет, смотри, правда, не рискнул. Подумал, Маш, там сейчас со всех сторон набежит Орда и поглотит его. Да, он ставит четвертый, у него все ок, грейд и делается. Маяк Флотилии ставится, ресурсы на руках есть. Это, наверное, более грамотное решение. В условии неопределенности особенно. Да, если бы он видел то, что видим мы, понятно, додавил бы атаку. Че, два подвара подождала и смотрела, насколько больше народу стало. Да. Уже можно себя смело чувствовать. Зря ты Х5 не сделал. Ой, зря. Ну давай Х10. Да поздновато уже. Чуть-чуть ка. Даже на Х10. Да ладно, 200 лимита на 170. Какое поздновато. О чем-то. 5 брудлордов, 20 роучей в заказе, 3-я атака. Х10 говоришь? Нет. Что-то я... Убедил себя, убедил. Посмотрел, да. Что-то не так уж мало тут всего. Он там еще четвертую базу у протаса отменил. Тоже. Да, я видел. Тут важно вовремя поставить. Да, момент не упустить. Ну давай, Белив. Я в тебя Белив. Блин, каица он смелый, конечно. Да, не видя причем. Что там. А вот, раньше он делал вторую форжу для грейда на щиты в это время. Он в этот раз третий армор делает. Какая вариация. И на что он только лимит оставляет, я не понимаю. Архоны или призмы с зелками. Скорее всего, что-то такое вот темплароподобное. Так, там забегание наверху, которое нам, естественно, не покажут. Да нет, тут важнее потыкать на грейды, которых в продакшене так... Ой, там хорошо, как консельнул, да? Под варп. Ну, правда, роучи отсюда не уйдут, как и водится. Но у них такая судьба. Да, это за ними даже, когда собак ходит. О, а вот тут интересно. Если бы он сразу... Надо было забегать к нему, наверное. Ой, мазершип. Роучи. Забегание роучи контрит. Так. Зелки не лучший способ заблочить роучи. Но это слив лимита, там уже нормальный ресурс. Да, и заходит он еще наверху, убивает кого-то. Отдается. Все как надо делает. Да, но тут уже начинает выравниваться игра. Газа не хватает. Да, но 5 нычей качает. И он постоянно этих бродлордов заворачивает, поэтому не хватает. Сейчас засанкениц, и в принципе... В принципе, даже один к двум уже не очень выгодно. Хотя, если сейчас... Хотя. Хотя, хотя. Да тут непонятно. Опять будет этот рандом с воронками, со штормами, с арахонами, со сплитами, адзергами, невральными паразитами. На полчаса все это... Неопределенно очень. Очень неопределенно. Всем еще раз добрый день. Сегодня последний, четвертый день Home Story Cup. Прямая трансляция и 8 игроков, которые прошли 2 групповых этапа. Сейчас их остается все меньше и меньше. В частности, 5 осталось. И вот в этом матче еще один вылетит, и останутся только 4 человека. Полуфинальный и финальный матч. В общем, самое интересное впереди. Как обычно, к сожалению, мы потеряли сливку. Запись заливается уже на YouTube. Вот. Ох ты! Штормы и воронка! Ох! Это еще архонов, если бы сразу завернуло туда за... Он не успевает. Ну вот прям сразу, если бы, наверное, успел бы, нет? Хотя и так штормы туда войдут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да-а-а. Там и караптеры, и брудлорды. Жестяк просто. Они же не стекаются, зачем он в одну точку штормы кидает? Не знаю. Он, видимо, провожал как бы. Угу, эффектно. Салютом. ГГ. Минус пятерочка. Халява. С другой стороны, хорошо. Протас выиграл 2-0 ближе полуфинала. Да. Хорошо, что меня ты 80 баксов простил. Я тебе 5 прощаю. Я знал, ожидал от тебя такого. Ну, это логично. Правильно, естественно. Это бизнес. Ничего личного. Рыночная экономика. Я отойду мне нерадолго. Давай мы пока послушаем шерпу с Тоддом. Я, правда, без звука сижу, поэтому не знаю, о чём они там говорят. Кто не рискует, тот никогда не жует конфеты. Нафиг знает. Не особо люблю конфеты. Так, к сожалению, сливку мы потеряли. И всех тиранов мы потеряли. Вообще не прикольно. То есть финал будет, скорее всего, за ВП. 90%. Я не знаю, что ты просто говорил. Я люблю мир, добей. Я просто смирю. Я просто смирю. Там МС против Нерчо говорят уже в полуфинала. Представляешь, они не дождались. Поэтому я думаю, что интереснее МС с Нерчо посмотреть. Мерзавцы, что ли? В полуфинал. Мерзавцы, что ли? Мерзавцы, да. Мерзавцы, конечно. Мы закончим. Тут вижу, да. Тут фениксы. Тут все довольно плохо. Поначалу у Нерчо. Что-то тут не совсем ровно шло. Хотя нет. Вообще-то нормально. Лимиты нормальные. Для этой стадии. Фениксы и Блинк. Судя по всему. Стандартная, видимо, тема от МС. А, ножки. Ножки. Ты это видишь? Да, это фениксы при сделке. Такая же. Правда, странно, что один Старгейт. Обычно в таком случае... Он будет разводить. Разводить, и... Естественно, он не собирается выигрывать с зилотами с ногами. Ну, фиг знает. С Нерчо может и не прокатить такая тема. Он почетче, чем Ред. В плане защищаются. Макро цены примерно одинаково, она защищается. Нерчо гораздо грамотнее. Не в пример. И как-то МС потерялся немножко, нет? Роуч каких-то поднимает. Непонятно, что делает. Единственное, что, наверное, расчет тут на то, что зилоты прибегут, просто нычку. Через заклик, да, убьют? А, с двойного подварпа возможно. Но собачки уже спалили. Да, он очень может потерпеть своими ножками МС. Или он... Он же рассуждал там, что зергами можно, типа, одной ногой играть. И дарки. Зилоты Архоны? Ну, что-то он тогда слишком рано выходит. На подкуш. Да, часть зилотов туда, часть сюда. Но вот я говорю, с Гарри так просто не сладишь. Так, побежали через... А, внизу приняли, кстати, зилков. Здесь минус квина. Да, сверху тоже спримут. Сейчас еще скорость доделается. Хотя тут не все так просто. Но вообще-то нормально все. Так, поднимает еще двух квин снизу. Уже лимит начинает говорить сам за себя. Блинк еще там. МС не сурас просто. Так, а что делать с закопанными роучами, с грейдами? Ой, разве закопка есть? Не, ну... А, ну вот роботиксон. Просто опасно в такие технологии выходить против тараканов. Да, если честно, я не вижу, как тут МС вообще может выиграть. Только если сейчас дарки вообще просто нарежут, но он пилоны убил все. Там, во-первых, по пушке везде, да. Пушек-воздушек тут миллиард. Неадекватная тема. Единственное, что у МС сейчас получается, что у Нерчо нет ничего против воздуха, и МС может фениксами убивать аверсиров, а дарками дэвидс. Ой, смотри, как он зажал роучей с дарками. Да. Но тут слишком много роучей. Ой-ой-ой. Все равно потерп. Принимается столько с антреей. Нерчо-то пофиг, у него три раскачанные базы, чё ему. Ему оверсир нужен. И оверсир подходит, и дарки разворачивается. Да, и... А, с другой стороны, без гидролизг Дэна сложно оверсиром жить долго. Вот я про это и говорю, что МС может как раз за счет этого тащить, что он аверсиров может отстреливать фениксами, а дарками нарезать. То есть даже четвертую сложно защитить, Нерчо будет, если он туда фениксами прибежит и дарками. Призма, разводы, но, блин... Столько оверсиров. Пять штук заморфил. И полетел в облёт. Это зачем? Чтобы сразу... А, проатаковать туда, чтобы незаметно. Найс. Посмотрим, посмотрим. Пока у МС совсем не круто. Хотя он так... Подвыровнял ситуацию. Но все равно плюс 60 лимита. Минус третья. Там уже четвертая построилась. Угу. Не увлекаться только. Зря на пилон согрелся. Очень зря. Потому что Феникс должен прийти и убить даже оверсировщиков. Ну, один или два не так дорого. О, я думаю, он не уйдет все ДДП. Так что это не было. Ой-ой-ой. Да, не уйдет отсюда Нерчо, сливая довольно много лимита, но разница все равно по лимиту довольно большая. Там надо было сразу текать. Конечно, да. МС со своим, блин, микро еще тут может сейчас накуролесить. МС вообще как-то так играет. Ух ты, призма и дроп на мейн. Зелки со вторым грейдом на атаку и с ногами разносят в щепки просто рабов. Да, со вторым грейдом они жгут. Еще будет сейчас атака, судя по всему, блин, с сталкерами. 68 на 63. Да, это мало на 4 базы, естественно. Ну, потому что, ну, убивал сейчас штук 10. Было 78, было нормально. Собирается протачить. Увидел, что там нету... Ну, там именно хорошим под третью, да, можно. Хочет. Убить. И, скорее всего, даже убьет, наверное. Лимит хороший. Колосок нет. Ну, вообще должен по лимиту. Главное не отдаваться. По частям. Вот так вот. И главное, версиров сохранить. Ой, что это было? Это была попытка диверсии на третью и заход на экспант. Сейчас на мейн надо бежать. Ой-ой-ой, а на мейне тут... Так, наверное, чего-то не удалось ему сейчас. Да, что ты думал. Потерял группу на верху, пропустил группу. Он потерял аверсиров, и тут Дарк его гонит. Аверсиров у него на 6 часах есть. Один, по крайней мере. Он не долетит даже. Ой, как рабы-то терпят. Да. Да, МС хорош, конечно. Даже из, казалось бы, такой неадекватно сложной ситуации, он разрулил нормально. Мимикриды в разные стороны побежали. Мимикриды можно поднять? Я думаю, да, а почему нет? Развалится может. Как от выстрела. Да, уже лимит растет. ММС. Кучка... Такая диверсионная. Диверсионный отряд снизу. Для забегания на четвертую. Они там нашумят, наубивают. Могут даже через Аклик просто хату отменить. Да, да. Там есть? Да, нет. Там два роуча все стоит. Ох ты, фениксов поймали. Минус два сразу же. У меня подлагнуло. Да, зато он увидел, что там на зеленаге все стоит. И сейчас... Ну, звуками не побежал почему-то. Странно. Хочет всей армии... А, четвертую сам ставит. Там так перекачано третье у него. А, понял, да, точно. А у Нарча еще мейн не кончился. Так. Рисфорс, это у Нарча все лучше. Первый колосс. Здесь ждет. Ждет. Нарча. Атаки. Ну, первый колосс ничего не сделает без филдов. Даже второй не сделает. Колосс застрял. Зилты побежали. Зилты побежали. И МС побежал. Да. Но Нарча хитер. Блин. Чуть-чуть раньше бы у меня класс кинул. Тут бы МС вообще развалился бы. Второго бы не потерять колосса. Сталкеры хит-н-дранят, колосс не умеет. Да. Так, я перезвоню, ты рыбовысишь. Хорошо. Чертов скайп. Да. Там. Так. Алло. Да, алло, алло. А почему узелки не убили хату, как ты думаешь? Не знаю. Там вроде Нарча отделил часть армии, чтобы с ними справиться. Просто не все. МС отступает на четвертую. Есть колосс, появляются караптеры. Игра выравнивается. Да. Вполне даже такая сейчас ровненькая. Пинц на УМС, по-моему, по грейдам не супер, да? У УМС три грейда на атаку есть. А у Нерча один-два, кажется. Да, вот два-три делается. Ну, протосу... Не знаю. Главный грейд на атаку в такой ситуации. Для сталкеров, у кого-то... Да-да, просто у него сентрей мало, поэтому его могут просто сожрать из-за того, что защита плохая. Хотя 3-1 у него, смотри. Арморчики есть, оказывается. Второй заказывает армор. Хорошо. Да, вполне все культурно. Хотя-то, конечно, при таком комбо-войск все-таки щиты, наверное, лучше. Сталкеров много. Ну, Нерча показывал, что он очень хорошо в макро умеет играть. Он же Йонг Хуа убил. 2-0 в группе. Или 2-1. 2-1, по-моему. Что является неплохим показателем. То есть, он умеет такой кулак сделать, чтобы протас ему ничего не сделал. И в МС нету ни штормов, только дарки. Там такое количество сталкеров. Это опасно очень. Особенно, когда брудов еще не прям супер много. Да, они крит-масса могут... Отменяются плетки. Как они прям, смотри. Ох, ух, ты как обострилась-то сразу, а? Сталкеры делают агрессивный блинк под брудов, но кажется... И МС развалился. Вообще. Хотя... Там как, сыпанет 2 колосса синхронно, просто умирает. Да, развалился. Но здесь нельзя, да, преследовать. Особенно там брудлорды же еще тормозят 3 штучки. Вот. А здесь хорошо сплетит на Эрчо. Накидывает инфесидов, а дает, правда, миг озеров своих. Да, тут нечем уже атаковать. Нужно подкрепу ждать. Ну, там вроде ничего не забежало, нычки не пострадали в это время. Поэтому, наверное, че сейчас отстроятся. О, МС все-таки никаких технологий нет, ни Мазершипа, ничего. Так просто с Талкерами он вряд ли что-то сделает. Хм, забегают собаки. Две штучки на мейн. И закопались. Только толк с них тут. Ну, но Дарка развел. По лимиту все равно плюс. Ну, это не то, чем стоит заниматься на такой стадии. Разводить на Дарка. Надо сейчас, наверное, все-таки атаковать. Ну, хотя, фиг его знает. Смотри, у Нерчева даже рабов меньше, то есть... Если у него на все хватит денег, то лимита-то у него боевого будет значительно больше. В такой стадии, наверное, можно крипом заниматься уже. Менеджментом крипа. Что опасно, это если плохо нападешь, и сталкеры подблинкнутся под брудов, то бруды очень быстро казнятся. Нельзя просто так. С шашками на голову. Кажется, собрался в атаку Нерчем. Все у него. Ему брудлорды заморфились, и 200 лимита у него есть. Да. Сделал предразведку. Вот, ну, предатаковую такую разведку. И МС тоже идет. В атаку. Позиция хорошая для Зерга сейчас, вообще отличная. Да. Ну, тут и по лимиту все хорошо, и по составу армии хорошо. 40 сталкеров, это, конечно, круто, но... А почему в дефенте тогда Нерчем? Зачем плетки? А где 30 лимита он отдал только что? А, там оббегал кто-то, видимо, там отдались. Да. Все равно МС тут... Да, разваливается все равно минус 50 лимита тут же. Давай, цепляй его, цепляй его Микозом. Все, еще цепляй Микозом. Четырех колоссов, нифига себе, минус два колосса. Минус третий колосс. Еще бы один Микозик. Все равно размены хорошие для Нерчу. Единственное, что у него, по-моему, уже все базы кончились, кроме... Центральный? Ну, нижний еще есть. Центральный и нижний, да. Ух ты, блин, как агрессивный от сталкеров, надо... Ну, тут спама столько просто, спама. Да, развалился. И Гидра хороший демэдж наносит. Да, 140 на 90. Гуд гейм! МС проигрывает... Гарри. Артхур Блох. Мы вчера узнали, как по-польски его имя-фамилия. Ну, это Гарри же. Да, наш любимый... Гарри. Не думаю, что ему было бы обидно, если бы его называли Гарри Поттером. Как ты думаешь? Может быть, он его герой? Ты про это? Волшебник, типа. Как волшебно разобрал МС. МС как-то такой серьезный, смотри какой Миша. И понял, что такое. Я же сказал, что все европейские зерги не отожмут у меня ни карты, никогда в жизни. А тут взял и отжал. Как так? Непонятно. Даже у этого уже флаг польский, у инконтрола. Польша захватывает Германию, по-моему, нет? Да. Давай, МС, еще две игры. Соберись. Покажи красивую игру. Я буду болеть за МС. Ты не против? Да, пожалуйста. Он мне как человек нравится. Ты за Нерчо, да? Я так понимаю. Да, мне челка нравится у него. Ставочки? Так что я буду за него болеть. Я вообще предлагаю запилить тотализатор на гудгейме. Оригинальная какая идея. Наверное, никто еще не предлагал. Полюбас. Как считаешь? Готов взяться за реализацию. Просто берешь, заменяешь ггшки на рубли и оставляешься так же, как сейчас. Ну, естественно, с комиссией. Мне кажется, многие бы хотели этого видеть на самом деле. О, смотри, сейчас МС с правой. Замах идет. Видел, да? Страшный. Я твой стрим смотрю. Вон, видишь как? Наверное, что не туда послал оверлорда, потом скорректировал. Он, наверное, вспомнил, что тут только кросс. Да. А что это? Восьмой пул получается? Что ж ты такие вещи-то пропускаешь? Зерк. А что такое? Опа! МС такой хоп! Ничего по себе! А, и при этом делает 14-ый. 14-ый. Блин, он пробежит. Нерчо пробежит. Тут не закрыться. Да. Так суть в том, что Фатонка успеет. Это не седьмой пул, к сожалению. Не успеет Фатонка. 10 баксов. Блин. Успеет, и до сих пор Нерчо не знает, что это кроссы. Он ли кроссы. Да ладно? Да. Ах, ладно. Что, сейчас собаки направо пойдут, будет вообще весело. Да не, успевает Фатонка, это не седьмой пул, к сожалению. В этом-то косяк весь. Он еще и застроится успеет спокойно. Вообще изи. Да, а мог хату поставить? Нет, у него бы денег не хватило. Да? Конечно, это же ранний пул. Ну, ему надо было бы либо квину отменять для этого суверлордом. И ничего уже не сделать. И смотри, и так Фатонка успевала. Седьмой пул надо делать, тогда успеваешь в любом случае. Он надеется все еще пробежать. Беги, Гарри, беги. Ох ты, Аббер. Тебе не кажется, что кто-то тырит твои эстраты? Ну, извините. Нет, ты-то за что извиняешься? За то, что я не закопирайдил их. Да нет, он сам. Сам? Сам, все сам. Все сам, все сам. На самом деле, я бы не стал в такой ситуации ставить хату тут. Это не круто. Слишком дорого для зерга. Хотя я на месте МСБ и Фатонку поближе все-таки поставил. Ситуация, это так себе. Сейчас, если МСБ в каких-нибудь дарков, еще пойдет. А, у него только кибернетка началась. Да ладно. Сейчас еще три зела надо будет как-то отбивать. Нерчу. Хотя, конечно, замедлил он изрядно, но смотри, у него хата ненамного раньше. И лимита больше в МС. В этот раз, на самом деле, больше. Угу. И технологии уже. И санка где-то ставится. На мейне. Медленными собаками будет терпеть против зелков. И рабов переводят. Наивно. Хотя тут собак 10. Да нормально сейчас двумя квинами туда спустится. Отмахается. Единственное, что все равно ситуация... Ой, окружил-то по красоте. Ситуация не айс. Да, лингов лучше сохранить. Тут камушки надо грызть. Так, два газа. В мутку. Да, четыре газа. Четыре газа в мутку. Оно и правильно. Если уж отстаешь, то можно рискнуть какой-нибудь билд сделать, который... Так МС же через Старгейт играет почти гарантированно. Ну, видимо, Нерчо решил, что в такой нестандартной ситуации МС не будет через Старгейт стандартно играть. И я оказался прав. Пока да. Более есть варианты там, если ты видишь, что он через Старгейт играет просто... Инфистарню ставишь, играешь а-ля Блай, быстрых брудов. Тоже нормально. А зачем он четыре гита сделал с робо МС? Хочет подпушить? Похоже, по грейдам. А может быть, просто пора было. Рабочек довольно много, надо добавлять гитов. Да. Нет, но тогда он был лучше роботикса, наверное, раньше сделал бы. Угу. Может быть... Он хочет на третью просто выходить с критмассой какой-то определенной. Пораньше, просто на третью. Бейлинги? Это не может быть... А, ну вот это перебор тогда все равно по газу, да? Для дропов. Бейлинги. Ну, не сказал бы, что прям жесткий перебор. Нормально, в принципе. Но, скорее всего, это шпиль, конечно. Процентов 80. И инфистарню он ставит. Инфистарню. С бейлингами. Интересно. Значит, макро. Может быть, он будет способен взять бейс-3, если он смеет бейс-3. Я думаю, что это будет очень тяжело. Добро ибо. Да, это 2 миллионов инфистарей. Это хороший тариф. Бейлинги нестов закончил, но нет скорости. Я думаю, что это было просто его противостояние. Если вы делаете гейтвей-тиминг, я не могу сделать Бейлинги. О, мой бог. О, это очень хорошо, что у него есть один салад. Собаками отменить не получится. Полные эссентрики с маной. Забежать даже не получится всеми. Если только МС не завтыкает. Да, это маловероятно. Там какая-то попытка была. Даже кто-то бегает все еще. Да, но нам этого не показывают. И убежали. Что там было по филдам? А, ну. Дефенсные филды были. Что он собирается делать? Хату ставить здесь? А чем защищать? Что за бред? Нет, я думаю, он просто мискликнул. Да, просто по точке сбора приехал. Он заказал дроны и сюда случайно кликнул. И он как бы поехал через точку сбора. Туда. В принципе, у МС тоже никаких технологий нет. А тут уже хайв, смотри. Там только блинки Атн делаются. Опять может быть, как в предыдущей игре. Хотя он еще 4 гита добавляет. Он с блинком будет похоже. Да, ведь. Что-то на мейне вообще рабов нету, Нерчо. Им все вообще, я смотрю, любят масс-масс-масс-талкеров делать. Пилоны впереди. Очень странная стенка. При этом 4 гита он на мейне добавляет. Может, чтобы не палиться? Но это такая провокация. Шпиль величия пошел. Довольно быстро. Угу. Начало 14-й. При том, что такой экшен там в начале был. Тут в этот раз не Даркет, а Тэмплара. Будет рабов штормить, наверное. А Призма есть? МС любитель таких тем. Ой, правда тут... Сейчас Призмы, правда, не будет, по-моему. Она летит совсем не туда. Да. Минус. Это подарок. Это хороший подарок. Как минимум, потому что Терренерчо знает, что, скорее всего, еще одну Призму сделает. А, ты про это? Да, уже можно подготовиться. Нижданчика не будет. Развесить оверов можно. Почему-то против Терренов развешивают, а против Тосов нет. И уже Бруды идут. Правда, вот Шарик и Сталкеры против небольшого количества Брудылингов очень хорошо входят. Прям очень хорошо. Надеюсь, что... Все-таки... Не знаю, мне... Мне не хотелось бы, чтобы ни один из них не выиграл. Мне бы хотелось. Но если из них двух выбирать, наверное, все-таки я за Нерчо. Все-таки европеец. Не хочется корейского финала очередного. А он уже очень вероятен. Да. Наверху уже полуфинал. Корейский по-любому получается. А Нерчо, по сути, последний европейский игрок на турнире. Да. Но зато на него есть определенные надежды. Так. Хороший. Выход от ЭТМСи. Лимита у него много. Брудлорды, правда, первые уже появляются. Собаки пытаются прорваться через стенку из пилонов. Так, бруды есть, плетки есть. Неудобно здесь будет заходить наверх. Оп. Цепанули, цепанули. Совсем неудобно, я бы сказал. Но ломится. Да, зелки пока есть. Ой, там поймали сентрии. Смотри, они сейчас все лопнут. С маной лопнули сентрики. ЕМС развалился. Да, и по лимиту... Посмотри на ресурсы ЭМСи. Вол. Весьма странно, конечно. Это три базы всего у него. 3000 было. 3000 минералов было. Тем временем Йонгхва выигрывает с Липа пока что 1-0. Сейчас проверю еще в другом источнике. Пипец вообще. Йонгхва выиграл 3-1 уже. И полуфинал наверху Йонгхва против Голдена. Тоже с ЗВП. Ну, я надеюсь, все-таки не Мирор в финале будет. Ты снова хочешь ЗВП? Еще один. Хотя ПВП я был бы против. Весело, да? Да, даже ЗВЗ. Хотя ЗВЗ мы сегодня видели уже. Грейт на атаку воздуху. Маяк флотилии. Еще один Старгейт. Еще два Старгейта у ЭМСи. Вот что это? Не знаю. На батонов газа не хватит. Грелки убоги, как мы знаем, с брудлордами. По вчерашней практике там... Грелки нормальные, если их... Контролить, да. Потому что когда грелка по брудлингам стреляет, это очень-очень грустно. Особенно никогда, если все в одном паке и под микозом стоят. Или с инфеститернами перестреливаются. Тоже такое занятие весьма сомнительное. То есть грелки, например, можно кучу грелок сделать с грейдами и Мазершифом их постоянно реколить. Да. И нычки убивать в секунды. То есть рано или поздно ты выиграешь такими разменами в любом случае. Керреры пошли. Керреры. И заходят зелки. Призма сюда, ЭМСи начал развлекать. Его задача, конечно, протянуть время как можно больше. Потому что керреры мало того, что дорогие собаки. Самый главный недостаток это не стоимость, а время строительства. Потому что они там... Агрессивный варп. Да, там на пофиг, потому что... Только собаки пока еще зелки. Смотри, что ЭМСи делает. Просто забежал туда, забежал сюда. Залетел, убил тут, убил там. Да. Подравнивает. Зергу экспанды. И тут по 4 керрера. Да. Щиты надо делать, наверное, когда керреров... Конечно, конечно. Да, наверное, что, он немножко разрывается. Угу. И это еще не самое страшное, что его ждет. Когда у тебя 6 карапторов, а там, не дай бог, 8 керреров будет. Да, он у него... Да, он у него... У него, в принципе, 8 карреров. Но уже... Ой, 8 карапторов. Но уже, в принципе, тяжело, да. Ну, глянем сейчас. Какие, блин, затяжные игры, при том, что ЭМСи чизит каждый раз. Угу. Ну, здесь Нерчо чизил. Ну, да. Я имею в виду, что он в пуш такой жесткий пошел, но ресурсов столько скопил, что... Сам, наверное, испугался себя. ЭМСи на ваших экранах справа. Играет, как будто, я не знаю, за... Ну, так. Да, за пачку конфет. Угу. С другой стороны, вот, Йонг, Хуа, кто-то там, макро выглядит посерьезнее ЭМСи. У ЭМСи куча своих тем, но вот макро как раз он не прям, чтобы что-то нереальное показывает. Правда, хотя бы не грелки делает. И то спасибо. Интересно, он лимит будет сливать на карьеров? Да, хороший вопрос. У него есть где-то 10 лимитов, которые пока на Зелков. А, ну сейчас мама заняла этот лимит. Освободишься. Да, по-моему, идет сливать лимит. Тогда бы еще пару строгитов добавить. Ой, играет на щиты и делает. Молодец. Ой, нельзя тут так просто. Сливать это, конечно, хоро... А, керриеры. Все-таки идет показывать керриеров. Возможно, и правильно не стоит тянуть, пока их случайно увидят там. Опачки, здравствуйте. 8 керриеров... Ой, 7 керриеров. Сразу брудлорд один вжик. Вжик. Правда, зачем под инфестодами он это сделал? Армора-то у него нет, сейчас он может и улететь. В общем, он Мазершип не дождался. Минус 2 керриера, кажется, но они его поубивали значительно больше. Такая куча кровавая. Да, и самое плохое для Нерчо, что брудами ты просто так отсюда не убежишь. Наверное, даже зря сталкеры агрятся на брудов. Они хотели караптерам помочь в свое время. Ну, в смысле, против караптеров керриерам. Он так разменялся даже в минус, по-моему. Эх, сталкер слил. Не лучшая идея была. Правда, у Нерчо чуть-чуть ресурсов вообще нет. Ну, он сейчас караптеры заказал, будет здоров. Оп, минус 1, минус 2. Так, минус 1 керриер, минус 3. А по тенгам 2 к 1 получается. Ну, там чуть больше. Ну, там еще сами интерсепторы, ну да, в принципе. Тут больше временные затраты на карьерах все-таки. Согласен. То, что ты их делал с полгода. Керер делается что-то вроде там 120, что ли, секунд. То есть он не намного быстрее делается, чем Мазершип. Даже с 4-х старгитов это долго. Караптеров взял, заказал. Да, зерги, такие зерги. Ой, какой шторм, смотри. И в собак, и в кей... И туда, и сюда. И кажется, здесь... Да нет, снова размен. Правда, умирает второй же... Стал перемен, не стоит, да, сражаться. Много ресурсов слил сейчас Нерчо. По-моему, у Нерчо по макро просто проиграл. Его МС додавит за счет того, что у него есть приток, а у Нерчо почти нет. Да. Нычка там еще угловая пятая получается, а у Нерчо всего 4. Да, похоже на 1-1. Похоже. Угу. Там еще дотекание идет. Хотя здесь-то он отобьется. Надо посмотреть, где боевой лимит ТОСа. Он где-то там стоит, кажется, у четвертой базы. Ой-ой-ой, ну все ясно. Сейчас можно просто свичнуться резко, сделать, ну чисто там архонов или психов с мамой. То есть в землю свичнуться. Да, сталкер. Сейчас Нерчо должен по привычке дозаказать караптеров. Он же никак проверить не может, вылетят там 4 керрера или нет. Вот он их и строит потихонечку. А потом хопа и земля такая. Все, да, и мои бруды нужны, и караптеры. И карьеры-то в отличие от караптеров еще и по земле бьют. Да, по универсальней будут. Поэтому. Заказать-то можно на халяву, но не всегда это нужно. И, да, чистая земля. Он даже не пробовал делать карьеров. Архон и мамы. Хотя, Нерчо, тут тоже караптеров быстренько в брудах морф. Кудачик и все. Ну, многовато МС, конечно. И Мазершип некому убивать. И Штурка, наверное, нет. Нет, нету. Не врал Кеннивайф. 9 штормов и тут все развалится. С Мазершипом пришел, убил пятую. Уже плюс. Да я думаю... Ну, он, конечно, не знает, что там Нерчо. Он просто решил добить лимит свой 200 чистыми сталкерами. Самое универсальное решение. Ресурсы слил и лимит добил. Сейчас он гораздо страшнее смотрится. Да. Сейчас фидбеки, штормы и готово дело. Угу. Фидбеки раз, два, три. Шторм сверху. Ой, там все штормами просто можно убить. Вообще все штормами. И воронку еще для полноты. И архончики пошли в воронку. Ой, закидываются в воронку и инфеститерны. Видел, как получилось? Прямо так. Как в кольцо. И шторм еще сверху кидает. Рановато. Не суперэффективно так закидывать. Ох, еще одна воронка. Протосы такие, протосы. Улыбается Нерчо. И вот он, МС Грозный. Ну, улыбнись. Тебя снимает камера. Скрытая. Нет. У него покер фейс. Так, водичка. Нерчо такой, немножко потерянный. Да, вот такая мимика. Что же делать? Так, оп. Какое-то нецензурное польское выражение. Прозвучало, мне кажется. Дверь откроется, а там кто-то звонит. Хорошо, сейчас приду. Ну, отлично. Счет 1-1, да. Это полуфинальный матч. А че они с каких пор звонят? А, вот так вот, пошта. Хотите пвп? Завтра в 19 по Москве. Вайтра против Фиста. Бой 15. Нет, спасибо. Ну, хотя, наверное, интересный матч будет, в конце концов. Там все варианты перепробуют уже. Абвер, когда будут твои стримы? Очень давно их не видел и скучаю по твоим креатив стратам. Ага, Абвер ушел. Ну, ладно. Перед нами МС. Суровый корейский протас. И Нерчо. Третья игра на Ахане. Все путают. Ты вернулся? Да, я слышу, что ты вернулся. Только молчишь. Суровый корейский протас. Смотри, что ты говорил? Что ты думаешь о пвзе на Ахане? Ну, я думаю, что Протрос в этом масле Скажи, почему? Я не знаю Очень хорошо А, нет, только сейчас я вынулась Что-то никого нету Да, согласен Кто-то убежал, наверное, позвонил и убежал Бывает такое, бывает Там спрашивают, почему стримов от тебя так долго нет? Потому что у меня проблемы с интернетом И не только с интернетом Я уже, по-моему, рассказывал вначале, что происходит вообще Пора переезжать, называется На одиннадцатый этаж без лифта не хочется Трехкомнатную квартиру перевозить Мебель, я имею в виду В этом проблема все Да Ты знаешь, какой-нибудь простой способ поднять Три комнаты мебели А, она не сложная еще А ты упаковал хотя бы все? Мебель? Ну да, ты не разбираешь ее, нет? Тут половина вообще неразборная практически Ясно Ну да Холодильники, всякие, стиральные машины Холодильники, это весело, да И так далее Ничего хорошего, в общем Ясненько Да и маме не очень прикольно на одиннадцатый этаж ходить Угу С ее-то руками ногами понятно ставлю на нерча ну mc 5 бакс 150 рублей давай будем патриотами давай будем тогда честными патриотами 160 32 до 32 с половиной 32 и 6 158 и 8 где-то на вскидочку до 165 да да побольше чем 160 . 32 с хвостом 162 с половиной короче нормально неудобно конечно неудобно предлагают сливку как грузчика интересная шутка интересная а вдруг он слушает сейчас тримащего представляешь как ему неприятно он прослушал как мы тут переживали за него поддерживали и так далее включаешь стрим и тебя тут нагрузка вообще-то миша человек вообще про результата про его даже не намекал он имел ввиду что сливка у нас парень здоровый сталевар да но раз 100 килограммовый холодильник закинуть на 11 этаж без лифта а потом еще раз 300 сбегать туда обратно с мебелью и все возможно возможно тут фигня на самом деле довольно большая трехкомнатная квартира полностью забитая мебелью ничего сложного плюс еще кухня а я думал ты про игру фигня в общем большая трехкомнатная хата узорга тоже все нормально все четко судя по газам проучи будут и я там все пока непонятно что еще никакого здания техно здания нету и как-то поздновато уже если честно уже почти 250 газа 4 гейта и будет ли еще народ требует больше гейтов да надо надо 4 для слабаков 7 а то и 8 о ес пошло поехало 7 гейтов здравствуйте только нельзя больше трех в одном месте ставить если три гейта зерк видят то он не знает еще что там а если 4 то уже понятно 8 гейтов олл инчик от мси да поэтому у него и газа много хотел чтобы сразу на 8 сталкеров хватило видимо теперь все дело за гарри крипа он накидал хорошо роуч вроде делает да руч ворон готов личинки за сейвил больше зависит от контроля еще будет потому что кажется чистый роуч у нас против почти чистых сталкеров ой-ой-ой как плохо много ручей ну тут сейчас тоже будет под варп ой собака раскладывает и фотон очка тут же хоп чтобы не было забеганий плохо что роучи будет выходить вот так вот по одному по два с этой нычки только слева беда ой расконтролил да вот это да хова что это такое а решил соединиться для под варпа видимо оттягиваются рабы минус рабочим там было преимущество в 10 рабов проблему в том что сталкер ты молодцы да но хорошо хоть крип уже есть если тут не было крипа то совсем шансов не было так что что то можно сделать поконтролить поконтролить делают и вроде отдаются да линги есть машина скапливается но под варп очень бывает делает мнение отбивается секунд 15 назад тоже хотел сказать что отбиваются но опять с сомнения мне кажется отбивается возможно уже по лимиту просадочку mc хорошая получается и ресурсов нет надо варта отбился молодец 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 все правильно сделал да еще варп это у него аутов не хочет он выходить в сумречные потому что понимает что к тому времени уже тут будет совсем нет ставит две газелки ну понимаешь не понимаешь а все равно если выхода уже нет самое то обидное для mc что и нерчо понимает что можно сделать с 8 гейтами не в колосов же выходить а mc похоже в них и собирается да роучи роучи это два самое безопасное это это роба есть по сути два принципиально разных варианта либо ты делаешь сумречные и пытаешься додавить либо ты делаешь робу и пытаешься терпеть да и оба конечно очень плачевные но лучше пока не придумали да но это конечно после файла то если бы еще был какой-то хороший вариант после такого файла да то скорее всего придумали еще более жесткий пуш потому что что то в этом не так олэйне да какой то он не олэйновый совсем и мортал видимо будет с морталами пытаться еще продавить ну у него даже плюс один не было лоу серьезно? да ну там расчет был именно на сталкеров против роучи они ммм ну фиг знает мне кажется плюс один в любом случае эффективен он и там и зелков потом варпл поэтому может и линги так хорошо сдержали удар а тут уже начинает нерчо просто мошну копить а тут робо бэй да очень быстрый свитч колоссов но очень быстрый и кажется он даже намеренно сейвит бусты для того чтобы нет что то он пробустил либо а он плюс один и има пробустил это нормально у него майн почти полный че там половина энергии плюс он только зелков варплит то есть он оставляет и на рейндж и на колоссы видимо фиг знает будет все равно тяжко и он будет выходить с двух бас все таки а не выходить на третью да но нерчо это видит и блин он тэмси наверно почти 200 будет делать долго придется ждать да но им по другому что с одним колоссом выходить с тремя у нас 170 где то все равно взор будет уже 200 давно да да не нерчо похоже видит что третью не занимает протас и вообще в брудов не собирается идти хочет просто сделать машину и подкопить еще денег на перед заказ и он еще спалил кучу зелов то есть нерчо понимает что с такой кучей зелов третью вряд ли кто-то будет ставить будет крэйзи пуш эмси делает просто вид или все таки у него минералов просто много неужели он может делать вид просто ну то есть не делая вид поставить ох форс вилды можно сейчас хорошие сделать ой как а пса нет а пса нету что за лол опс дед летает а вон он я дал еще наверху зелков все пошел в атаку ну посмотрим поверил смотри в нычку нерчо ответил 4 5 на это все дело плохо да может боком выйти караффтеры только-только первые подходят строится это не в большом количестве вообще наверно бачком нужно да там слева например и на экспант чтобы в эту стенку не упираться да нерчо вообще можно было в размен идти потому что тут ничего не до варпа ничего не будет что есть то есть у мси он бы еще поубивал с другой стороны он себя довольно уверенно я думаю чувствует зачем ему в размер идти так здесь сделки забегали на базу здесь сделки забежали на другую базу и давит давит форсфилды фанглы гаранщилд какая-то позиция фиговая у энерчо была но его довольно много просто много его да энерчо продавливает эмси очень похоже на 2-2 5 баксов 2-1. А, да. 2-1, да. В пользу Nerch. Точно. И это GG. Гарри, Гарри. Молодец. У меня Гарри уже 10 баксов заработал сегодня. Вот он так вот хотел сделать, наверное. Какой я красавчик. Ай да я. Ай да я. Так, а МС такой, хопа, почесал затылок. Погладил себя, ничего-ничего, хороший. Видишь, как бутылка трясется? Это из-за того, что он мышкой тыкает все время. Разогрев не хочет терять. Угу. Это правильно. Ну что, МС... Мог бы его убрать. МС и бутылка. Так. Пуш не удался. Ну, делай выводы. Одну игру выиграл, две проиграл. Надо заставить как-то делать опять восьмой пул Гарри. Попросить можно вежливо. Да. Я не думаю, что 8К открывает, действительно, комплименты. Не знаю, как еще заставить. А что это за наушнички? Сверху Сенхайзера. За где-то 16. Это вертолетные наушники с хорошей звукоизоляцией. Угу. Гарнитура. Там их три штучки, кажется, у них в ассортименте подобного рода. А вместе с капельками они дают вообще превосходную звукоизоляцию. А вот Нерчо все слушает. Вообще все слушает. Об этом говорит отсутствие ушей сверху и то, что они находятся в одном помещении. Если вспомнишь, Оверлорд, когда полетел в прошлой игре, когда восьмой пул, он его скорректировал сразу после того, как комментаторы сказали. Это да. О, наушники надел. Все, я не прав. У него такие же, да? Да, такие же. Изоляционные. Да, хорошие. К сожалению, у других производителей, ну вот именно у Logitech, у Razer, у Stilove, нет ушей именно такой категории, которая дает такую сильную звукоизоляцию. В них, правда, сидеть очень тяжело, потому что они жесткие. Устаешь быстро. Вообще в домашних условиях полная звукоизоляция не очень удобна. Я уже проходил через это. Звонки в двери, телефонные звонки. Иди ужинать. Да. К нам кто-то лезет в окно. Примерно так. Если кто-то рядом еще сидит и хочет подсказывать там. Ну я же тебе говорил. У него же там нычка. У меня Настя всегда, когда я играю в StarCraft, там в Diablo смотрит, ногти грызет на втором мониторе. И нет что-нибудь да подскажет там, типа, оверлордов делай. Просто там не в тему, когда у меня 200-200 лимит. Ну, делай на будущее, это грамотный совет. Да. Но главное засоветовать. Да. Так. Вдруг попадет в точку. Поддержка. Ладно. Нерчо ведет. Нерчо нужно, конечно, вырываться, потому что корейцев слишком много. Да. Показываю сейчас, кстати, мышку MC. Коврик – это стиловский SK-гейминговский. А мышка – Ксай. Он ее прям так тык-тык-тык-тык-тык-тык. Видишь, как кликает, как бешеный. Да не особо-то. Ну, естественно, у тебя быстрее. Конечно. Ты же просто… Меня… Тем более, MX… А, не, Legitech G1. Настоящая тру-мышка. Остальное все от Razer. Ох ты, как хорошо дроном помешал. О, и тут Фаржу помешал. Да вообще жжет. И тут Фаржу, и там Фаржу помешал. О, да. Посмотрите на камеры, которые люди берут. Да, я имею в виду… Да. Так и линги могут пробежать, если они уже выбежали там. Ну, там пробка вроде находится рядом, он видит, когда линги, сколько лингов. И все. Да. Это с тремя газами, да, карта? Хитрая вот та. Да. Довольно интересная в этом плане. Правда, там не очень эффективный газ, как я помню. Угу. Ну, Минерал Волк. А что он пришел-то сюда? Не знаю, разведать хотел. Может быть, он хотел помешать постоять, чтобы собак дождаться, но… Там… Угу. Пришло парочка собак, но поздно. Дрон! Нет! Что происходит? Покажите застройку. Ох, ты ж ёжик! Они зажрали пилон! Так уже здорово, что пилон минус четырьмя собаками. Уже окупились. Да, и две добежало. Да, сейчас будет дергать пробок. Ой, и когда газы появляются, тоже неприятно. Да, с газов сложнее контролить. Оп! И еще подрезали одну пробочку. Хороший плюс сейчас этот забег произошел. Да, только не надо так быстро было возвращаться с собаками. В дозилка он хотел успеть. Мне кажется, вот этой собакой выгоднее всего просто бегать. Угу. Смотреть, будет ли Старгейт там быстро, если и так далее. Да, если внимания хватает, то желательно бегать. Смотреть, где ставится пилон в первую очередь. Прячь, что он его не прячет. То есть, можно будет ли оверлордом чекнуть то, что он построит рядышком после. Ну и Протас, если какой-то Чиз задумал, типа там, ну, мега-супер-фаст Старгейт или Сумречный Совет, он уже… То это ему помешает, да. Придется сначала сталкера, потом подождать, когда сталкер эту собаку убьет, либо ставить на экспанде. На экспанде могут спалить, потому что там чаще оверлорд висит и залетает. А на этой карте вообще места мало на экспанде. Да, тут почти все оверлорд палит. Я не знаю, там снизу от экспанда есть место под что-то. Слева есть и снизу, да, есть. Такая большая прям кучка. Можно если что угодно поставить. Ну, с другой стороны, там оверлорд залетает нормально по низу. При желании можно оверлорда в левый нижний угол загнать, он тогда будет иметь возможность смотреть кусок мейна и кусок низа экспанда. Да, об этом, видимо, комментаторы говорят тоже. Скорее всего, тут очень ранний Роуч Варен, не знаю, ну, для того, что он видит. Он видит, что ни одного буста не было в кибернет, он видит Роботикс, кстати. Зачем такой ранний Роуч Варен, непонятно. Ну, видимо, стандартный его тайминг просто. Ставит и не парится, называется. Но не похоже на Иммортал Пуш, слишком поздний Роботикс. Хотя фиг его знает, может, это с 1-1 пушек будет. Ну что, 5 баксов на Нерчо. Окей, давай я уже счет потерял. А, X3 на MC. Чё? Не знаю, сказал просто. Утраиваем давай, утраиваем. А, то есть 15 баксов? Да. Чтоб ты отыгрался? Да. Верняк, я чувствую, сейчас он немножко взбодрится. Хорошо, да. Я помню просто его взгляд, тем более он ухо правое почесал, когда перерыв был. Блин, шпиль против 8 гейтов блинка. Чё-то, Миш, я не пойму, мы о чем-то договаривались или нет? Я дал на что-то согласие. Так, подожди, а чем ты недоволен-то? Всего по красоте. Ну, нормально. Есть все шансы, если вдруг MC решит с 8 гейтов не рашить. А, пойти заэкспандицу? Да. И позащищаться при помощи блинка, то у тебя вообще все карты на руках. Окей. Ну ладно, я азартный. Естественно. Я обужу это. Бузер. У меня сегодня мой тиммейт, с которым мы проходили хардкор, мир во праху, скончался. Это бывает. Да. Печально. Мы его отзатарили. Миллионов на пять как раз. О, миллионов на пять. Это вообще... Сумасшедшие деньги. Ну, для нас неплохие. Пятый день все-таки играли. Да. Мутка вылетает. Смотри-ка, да. Надо менять тему. Я надеюсь, что Нерчева успеет, ну, прилететь и заставит подефиться. Эмси. Да, вот как раз. Эмси очень хочет сдефенситься. Смотри. Прямо вот. Очень хочет. М-да. Да. Да, но мы не голяк. Да, но мы не голяк. Это будет размен. Да, это да. Хотя можно одним подварпом отбиться от такого количества муталисков. У него нет столько минералов. М-м, почти есть. Вот, подвар пошел пять сталкеров. Думаешь, пять сталкеров? А учитывая блинг, от собак уже не отобьются. Пошел размен. Ну что, подбросим монеточку? Да. Что такого-то? По-моему, все нормально, кстати, у Нерчева. И что, бы он оверосток не потерял? Я не знаю, они оба потеряют огромное количество рабов. И, по-моему, ни одной пробки нет у Эмси. Ооо, вот попытка с... Минус все пробки. Минус все вообще пробки. Да. А там некоторое количество дронов-то эвакуировалось. Кажется, я сегодня стану богатым. Так нужно же возвращаться после хат тогда. Просто берешь и возвращаешься. Ну, видишь, ему... Нексусы ему уже в любом случае... А, он хочет эвакуировать! Смотри, смотри, призма хочет пробочку эвакуировать! Молодец! И у него 75 минералов есть на... И видит, что призма летит туда. Оверами. Ааа! Не трожь! Не трожь призму! Бею! 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 Ииии... Минус пробка. Отлично! И минус Эмси. Соответственно. Минус Эмси, да. Следим за лицом, не за игрой уже. Ой, так... По игре все понятно. Оп, туда-сюда. Так, а что такое? А как же? Что мне делать? Как же быть, Жиш? У меня же зданий-то нет Жиш! Эй! Жиш! Смотри, выражение-то поменялось. Ё-пэр, софи! Эй, так так! Что происходит? Я же Эмси! Эй! Это смешающе! Я же не успею! Ну что? Нуу! Нуу! Где мои пробки?! Нуууууууууу! Давай, до свидания. Съел. Ох, какой понтовый Гарри. Ох, Гарри хорош. Упс. Как-то он не уверенно показал. Скромненько. Не, в интернете-то он нормально бы написал. Ну да. Типа, я твой. Ну ладно. Даже не буду говорить. Так, MC. Теперь самое главное смотрим на MC. Европейские зерги не отожмут у меня ни карты, сказал он. Когда? Ну, вчера, по-моему. Сейчас попью водички, отыграюсь. Ладно, ладно. Все нормально. Да, все хорошо. Но, слава богу, у нас финал будет не корейским. И, скорее всего, не за ВЗшным. Там надо второй стрим посмотреть. Тут уже, по-моему, закончили. Судя по одному скучающему, не знаю, кто это. Да, MC. Пробочку-то надо было с собой взять. Пробочку. Так, поэтому ты не играл как так. Да. Пробочку. Мне казалось, что он взял пробочку. Это он призмы решил органировать. Призмы, да. Он ликует внутри, но это прямо видно. Ну, да. Чё бы не поликовать тут. Всегда приятно, когда кто-то рядом сидит и собирает свои вещи вместо тебя. Чё-то его так с медалью показывают за второе место, как будто уже похоронили. Типа, вот он, серебряный призер. Будущий. О, вот тебе фёст плей сразу же. В качестве провержения. Так, ну, финал остался, и матч за третье место, кажется. Так что ждём.